Здравствуйте! В эфире программа «Крупным планом» и я, ее ведущая, Олеся Хитагурова. И сегодня у нас в гостях министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области Сергей Висящев. Здравствуйте! Здравствуйте, Олеся! Сергей Филиппович, главная тема лета и начала осени, конечно, для большинства жителей нашего региона – это путина. Расскажите, сколько уже выловили рыбы? Это, на самом деле, одна из важных. В летнее время в Магадане мы выловили сегодня, на начало сентября, больше 6000 тонн. В основном это горбуша – 4000 тонн, это немного нырки, она около тонны. Но вот сейчас выловливаем кижуч и выловили где-то, наверное, тонн 100 или побольше где-то киты. А сколько можно еще выловить? А выловить у нас по решению комиссии по анодромам заканчивается 17 сентября путина. И мы думаем, где-то еще 200-300 тонн, наверное, еще добавится к этому. Мы планируем где-то до конца года, до конца путина, 6,5-6,8 тысяч тонн освоить. А каков подход рыбы вообще? В этом году больше ее или меньше? Год у нас считается как? Урожайный, неурожайный, по горбуши. Вот этот год у нас считается урожайный, подход рыбы неплохой. Мы изначально получили почти 8 тысяч тонн квот. В основном это, конечно, горбуша. Ее в этом году, по сравнению с прошлым годом, который был неурожайный, почти в три раза больше выделили. В прошлом году 1,3 тонны. В этом году выделено 4,4 тонны. Которая, по сути дела, 4 тысяч тонн, ее освоено было. Эта основа посудила сегодня составляет, в основном, это горбуша. Она не то, что популярна, она просто в Магаданской области, это основа. Остальные у нас, естественно, намного нерка, почти нет ее, около тонны вылавливается. Ну и остальная рыба, вот не так много, у нас 75 где-то тонн будет кижуча. Ну и небольшое количество вот киты, которые есть. Остальной, как бы вот, галец у нас 300-400 тонн где-то будет, и все. Вот вся номенклатура, которая есть, и сегодня мы ее освоим, если брать 16-й. Вот с 15-м годом, это тоже урожайный был год, мы где-то на этом уровне рыба будет выловлена. Мы, конечно, планировали чуть больше ее, чтобы получить, но я не знаю, как это сегодня, но по нашему мнению, что из-за дисбаланса, который сегодня вначале допустила наука, больше распределила на залив Шелихова горбуши, и мы не смогли ее немного больше освоить на Тауйской губе, просто ее не было как квод, и поэтому мы считаем, что приблизительно, может, до 1000 тонн мы не доловили в этом году горбуши. Но это вот наше мнение, наука считает по-другому, что нерестилище надо было заполнить по оптимуму, но мы считаем, что должны были заполнены нерестилища быть, и промышленники должны были больше выловить. Ну вот здесь конфликт интереса. Вообще рыбы хватает? Ну ее никогда не хватает, но так как у нас не так много рыбы, не такие большие подходы, и мы хотим, на самом деле, чтобы она на долгие годы и на перспективу сохранилась, конечно, стараемся, чтобы популяции остались, и нерестилища были, на самом деле, по оптимуму всегда заполнены всей этой рыбой, которая нужна, и возврат был всегда ее нормальный. А вот летом цена на рыбу снижена была вообще доступна? Благодаря работе правительства Владимира Петровича за последние годы, именно благодаря этому вопросу, у нас самая дешевая рыба сегодня в Дальнем Востоке, мы мониторинг проводили, у нас сегодня цена за хвост, а там выше цена за килограмм. Если, допустим, сегодня взять горбуш, у нас мы по 80 рублей продавали на рынке ее, а потом ушли на 50, кита была 250, а потом на 200 ушли. Ну, сейчас немножко цена поднялась, но на сегодня, если взять Хабаровск, то у них килограмм горбуша стоит 130-140, а у нас это сегодня 80 за килограмм. И также сеть, особенно вот торговая сеть 24, они поддерживают, и даже всю зиму в прошлом году торговали по невысоким ценам, и это, конечно, позволяет сдерживать и держать цены. Это кита у нас, допустим, сегодня 250-300 стоит за штуку, за хвост, как мы говорим, то там 220-350 стоит за килограмм. Это значит, у нас, если считать по весу 90 рублей за килограмм, а там 250-300. Вот разница какая между Магаданом. Ну, также и Камчатка, и Сахалин, у них гораздо дороже рыба, чем у нас. И также и Красть. У нас, допустим, в этом году 2-202,5, то в Хабаровске доходит до 4-3 десятых за килограмм. А почему такая разница? Там или меньше этой рыбы? Если говорить об уровнях добычи, то у нас Сахалин добывает, по сравнению с нами, наверное, в 3-4 раза больше, в 60 тысяч тонн в Хабаровске. Ну, у них, естественно, людей больше, но у них, по сути, в 5-6 раз больше добываются рыбы. У нас самый маленький, мы 1% от Дальнего Востока, всего наша добыча. Но вот губернатор уже на протяжении многих лет и поддерживает рыбопромышленники, они подписывают соглашение, что 5% рыбы от добытой, они как бы отдают 300 тонн рыбы, допустим, в этом году даже побольше. Мы продадим по сниженным ценам, которые они отдают торговле сегодня. Такая есть договоренность. Такие подписаны соглашения между губернаторами и рыбопромышленниками. И мы постараемся, конечно, это вот вопрос такой на контроле все время держать и стараться, чтобы рыба была у нас на самом деле самой дешевой. Хотя мы с губернатором каждый выходной приходим на ярмарку. Все равно все люди говорят, при этой же даже цене, и мы везде сообщаем, что такая цена везде, говорят, вот мы живем на рыбе, а рыба дорогая. Никак невозможно это объяснить, что люди должны, которые сегодня вылавливают, должны заплатить за рыбную плату, купить оборудование, заплатить за квоты, за лимиты, которые им выделяют, заплатить за электроэнергию, я уже возрабатывал, налоги заплатить. Она стоит, эта рыба, и если они будут продавать по 50-80, а то либо отдавать бесплатно, как они, наверное, предполагаются, то смысл какой тогда коммерсантам работать вообще и жить. А они должны, людей, которые у них сегодня работают, чтобы он семье принес достаточное количество рыбы, и чтобы они могли купить сметану, овощи, молоко, мясо, колбасу на те деньги, которые они им заплатят. Поэтому не может быть бесплатно совсем, насколько это можно. Даже в некоторых же еще и возмущает то, что вообще нужно платить за то, что ты ловишь рыбу. Да, вот вопрос даже такой. Вот мы весной Тумашов отдавал бесплатно Камбалу. Ну вот просто. Она еще живая, по сути дела, была в тормозах, у нее находилась в пластиковых. Мы подошли, несколько женщин разговаривали, говорят, вот гнилье продают. Я просто возмущен был, с ними спорил, ну как, она еще плещется во льду там и в этом. А они говорят, что это не лье продают. Ну вот невозможно сегодня как бы определить, но мы все равно и губернатор стараемся, чтобы пойти, чтобы люди на самом деле не такой большой доход, чтобы была рыба доступна. Как вы думаете, почему люди возмущаются? А мне трудно понять. Даже я иногда вот, мы часто себе задают этот вопрос, но не могу понять. Ну, я понимаю, что, наверное, все-таки небольшие доходы, небольшая пенсия. Наверное, все-таки люди хотят, чтобы хорошую рыбу попробовать, свежую. И хочется, конечно, чтобы она была совсем, я имею в виду про рыбу, то, конечно, хочется, чтобы она была совсем дешевая. Так можно же ловить. Ну да, можно ловить. Ну, мы в прошлом году, допустим, даже всем многодетным, всем инвалидам, которые у нас вообще есть, по 5 тысяч рублей выдавалось для того, чтобы они купили себе путевки и, по сути дела, выловили себе эту рыбу. Это было, ну, может, было на 5 тысяч не вылавливать. На 5 тысяч можно себе достаточное количество рыбы купить и просто покушать. Ну вот в прошлом году такая была. Владимир Петрович потребовал. Я знаю, что по сравнению правительства было, и деньги были всем выделены в прошлом году. В этом году я вот не проследил. Честно сказать, не могу сейчас сказать это и ответить, да или нет. Ну, как-то ушло у меня из этого. Я не могу сейчас сказать. А сколько рыболовных участков для рыбаков-любителей работало в этом году? 18. 4 у нас всего в организации юридических лица, которые занимаются. 18 участков было. Вот я говорю, что 210 тонн выделено. И 158 на сегодня, или, ну, в общем, около 160 уже выловлено. Да, и по спортивному-любительскому рыболовство, наверное, не 17 сентября закончится. А мы предлагаем комиссии по надронам, где представителем-губернатором является продлить ее до 24 или до 1 числа, чтобы они могли это количество доловить. И также, наверное, к МНС будет продлено, чтобы 600 тонн, которые они сегодня, чтобы они максимально могли выловить, освоить те лимитки, которые им были выдавлены. А какие больше популярности пользуются? Рыба. А участки? Ну, это, если как для спортивного, вот, на самом деле, люди, это Нюклинское, ой, Нюклинское, Ольское побережье, где спиннинговое. Это самое большое, там, вот, из 11, почти тысяч, там, наверное, около 6 побывало. Ну, а потом, вот, Нюкля, а потом, вот, то, что самое обустроенное у нас является у Тумашова на Яне, он является и охотского фода. Но, по сути дела, в этом году, и как и в прошлом году, и позапрошлом, на всех участках очень много любителей, которые хотят выловить и попробовать свежую рыбу. А вот совсем недавно жителям региона запретили вылавливать некоторые виды рыб. Почему? Ну, вы знаете, есть два условия, по которым запрещают определять, по некоторым рыбам запрещают вылов. Это первый, когда идет нерест, вот у нас корюшка бывает запретом, другие рыбы, бывает запрет, нерест идет, и она, как бы, должна свой вид дальше сама воспроизвести. А второе, вид, это тогда, когда ее выловили, и уже квоты, которые были даны, и их уже выловили. Вот у нас несколько лет, уже я три года, за три года, третий год у нас вылавливается в июне, даже в июле, ну, в начале июля, наверное, вылавливается Камбала, Навага и Краб. То есть вот сейчас их как раз запретили. У нас оставили в нашей зоне рыбу только для тех, кто здесь зарегистрирован, и те, кто, и чтобы корабли ходили в море без цехов, без заморозки, чтобы живую и охлажденную рыбу, как вот сегодня делают тех рыбком, которые они корабль купили, они сдают охлажденную рыбу на берег и продают и на ярмарке, и в магазине, она охлажденная, она свежая рыба. Вот мы к этому хотим стремиться, но вот пока не получается, но мы будем добиваться. Спасибо вам большое за интересную беседу. Напомню, у нас в гостях был министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области Сергей Висящев. Это была программа «Крупным планом». Всего доброго. Магаданской области Сергей Висящев Магаданской области Сергей Висящев